Привет, друзья! С вами канал Учимся Отдыхать Вместе. Сегодня отправляемся с вами в Шарм-эль-Шейх, в отель Falcon Hills Hotel 3 звезды. Нам довелось отдыхать в этом отеле в декабре 2021 года. Отель расположен в городе Шарм-эль-Шейх, в Хадабе, в Расум-эль-Сиде. Это небольшой, но очень уютный отель. У него красивая ухоженная территория, гостеприимный и внимательный персонал, все это способствует хорошему отдыху. Отель имеет очень удобное расположение. В шаговой доступности находится развлекательный комплекс Альфа-Лейла-Валейла и улица Эль-Мерката. Расстояние до аэропорта Шарм-эль-Шейха 20 км, расстояние до Соха-сквер 23 км, расстояние до Эль-Мерката 1 км, расстояние до Олд-Маркета старого города 3 км, расстояние до моря 2-я береговая линия 1 км. Справа находится отель Desert View Hotel 3 звезды, слева Old Week Charm Resort 3 звезды и напротив стоит Viva Charm Hotel 3 звезды. Отель открыт в 1999 году. В отеле проходит ежегодная поэтапная реновация. Последняя проводилась в 2019 году. Общая площадь территории составляет 14 тысяч квадратных метров. Отель состоит из комплекса двухэтажных корпусов. Всего в отеле 136 номеров Standard Room. Это однокомнатные номера с окном или террасой. Все номера с видом на сад или бассейн. В номерах предоставляется двухспальная кровать или две односпальные, которые при желании можно сдвинуть. Площадь номера примерно 30 метров квадратных. В номере есть шкаф, в котором расположен сейф. Сейф предоставляется бесплатно. Ключ можно взять на ресепшене, заполнив анкету. Есть конденционер, холодильник, тумбочки, телефон, трюмо с зеркалом, стол и кресло, телевизор с одним русскоязычным каналом. В ванной комнате туалет, душ, раковина, два дозатора с мылом. Отдельный обзор по номеру вы можете посмотреть на нашем канале, кликнув на подсказку в правом верхнем углу. Теперь переходим к территории отеля и услугам. Итак, стандартное заселение в отеле после 14.00. И если есть возможность, то вас заселят в номер. Если такой возможности нет, то придется подождать. При выезде вы должны освободить номера до 12.00. На территории отеля бесплатного интернета нет, но он есть в холле и дотягивается почти до первого бассейна. Вам нужно просто на ресепшен попросить логин и пароль, который будет действовать 7 дней. Потом можете взять повторно, это бесплатно. Если хотите, чтобы интернет был у вас в номере, то оплачивайте дополнительно или купите местную сим-карту. Обзор по мобильному интернету также есть на нашем канале. Так, на территории есть два бассейна. Один сразу в первой зоне, он поближе, побольше и без подогрева. Второй расположен во второй зоне и он подогреваемый. Там же есть и детская зона. Для детей есть детская площадка. Для взрослых есть спа-центр, массаж, дайвинг-центр, бильярд. Это услуги платные. Бесплатно есть тренажерная зона, она расположена в первой секции за корпусом. Есть волейбольная площадка, настольный теннис. Это бесплатно. Анимация в отеле софт. Ребята стараются в течение дня, как могут, так и развлекают и взрослых, и детей. Вечерние программы проходят каждый день. То караоке, то восточные танцы. Также аниматоры приглашают каждый вечер на платные дискотеки, либо в Соха-сквер, либо Тач-Махал. Из бесплатных услуг есть еще автобус, который возит вечером туристов в Наамабэ и Старый город. Поездки чередуются день туда, день туда. Переходим к питанию. На территории отеля есть два бара. Лобби, который расположен в холле возле ресепшена, и бар у бассейна. Но во время нашего пребывания мы не видели, чтобы он работал. Есть один главный ресторан. Отель работает по двум системам питания. Это завтрак, ужин и все включено. Обзор по питанию вы также можете посмотреть отдельно, кликнув на подсказку в правом верхнем углу. Хочется только сказать для общего сведения, что питание в отеле очень достойное. Завтрак, обед, ужин. С 16 до 17 бесплатное мороженое и сладости. Также проводят тематические дни. Такие, например, как рыбный. Это целое представление. Для трех звезд это редкость. Воду выдают каждый день бутылированную. Если вам нужно, подходите на бар и вам все дадут. Сами в холодильник в номере вам ее не поставят. Это не предусмотрено. Теперь немного о пляжах отеля. Первой береговой линии у отеля нет, но есть два пляжа. Один бесплатный, который расположен в бухте Майя от отеля Турквайс. И второй платный, это Риф Бич. На бесплатный возят автобус два раза в день. Бесплатный пляж без кораллов. Он находится в безветренной бухте. Если нужны кораллы, то вам нужно будет пройтись порядка полутора километров правее в сторону военной базы. И там уже будут коралловые рифы. На пляже зонтики и шезлонги предоставляются бесплатно. Полотенце вы берете в отеле по карточке. Второй пляж это Риф Бич. Он коралловый и расположен в одном километре от отеля. Туда можете пройтись пешком. Если покупаете билет в отеле, на ресепшене он обойдется вам в полтора доллара с человека. Если непосредственно при входе на пляж, то 5 долларов. Пляж коралловый, вход там только с понтона. Детям там с берега не зайти, учитывайте этот момент. Если погода ветреная, то будет висеть красный флаг. И в море вас не пустят. Это небезопасно. Так что следите за погодой и ветреные дни. Лучше ехать в бухту. Отель будет хорошим выбором для семейного, а также активного молодежного отдыха. Это один из немногих отелей категории 3 звезды, который заслуживает внимания и держит свой статус. Здесь отличное соотношение цены и качества. Мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть этот вариант отеля для зимнего отдыха в Шарм-эль-Шейхе. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.